ребят всем привет добро пожаловать на канал иринка мискик меня зовут ирина и сегодня у меня будут пустые баночки в уходе за собой если вам интересно узнать что какие у меня были пустые баночки как у меня сложилось мнение о них то конечно же оставайтесь со мной и давайте рассмотрим их поближе подробно разберем что поехали корзинка у меня получилась такая не совсем большая но тут достаточно много как оказалось продуктов так что я надеюсь по-быстрому это все просто с вами разобрать что просто не затягивать видео чтобы сберечь ваше время чтобы чем-то могли себя еще другим занять первое с чего хочу начать это наверное самый большой продукт который у меня оказался в этой корзинке это полмолив крем гель для душа он идет с ароматом черной орхидеи и увлажняющим молочком на самом деле я хочу сказать гели для душа полмолив они такие специфические гель для душа и для того чтобы полностью смыть продукт с вашего тела вам понадобится достаточно много времени почему я купил этот аромат почему я купил в таком объеме зачем я вообще взяла если я люблю немножко другие гель для душа я всегда тщательно подхожу к выбору выходит за собой объясню в 2012 году когда появился данный гель для душа я была беременна кириллом и только забеременела точнее кириллом им на мой нос попался вот этот вот гель для душа и я им просто мне кажется всю беременность я мылась одним вот этим гелем для душа и крем гелем для душа и я прям была енот полоском которая купалась получала удовольствие от этого аромата мне казалось это какой-то релакс какой-то необычайно вкусный аромат ну так что и в этом году когда я пришла в магазин точнее в сентябре месяце когда я пришла в магазин магнит косметика когда я увидела что он стоит по акции 150 рублей я подошла к маленькой упаковочке попробовала понюхала точнее его и поняла что я хочу его снова купить и я шла с мыслью о том что 150 рублей 750 миллилитров данного крем гель для душа если он быстро мне надоест пресса именно как аромат как крем гель для душа и мне он не понравится как он будет себя вести на коже я его просто использую как пена для ванн но я большинстве случаев могу так использовать продукты и вам советую чтобы их не выбрасывать и они как-то пошли в ход делать либо ванночки для ног либо просто как пену для ванн ну так вот могу вам сказать за полтора месяца в сентябре я его купила сейчас конец октября да ты за два месяца 750 миллилитров девчонки они у меня улетели я пользовалась им каждый день я принимала утром душ я принимала вечером с ним душ я делала хотя нет ванны я с ним не делала я просто обожаю я просто влюбилась в этот аромат мне он очень нравится это безусловно сумасшедший аромат идет мне кажется не только черная орхидея еще тут что-то намешано в нем но обалденно конечно просто болтин обалденный аромат если вам нравится подобный аромат орхидеи то смело могу вам посоветовать его приобрести вот сейчас на холодный период времени это прям в десяточку здесь еще наверное на 1 раза 3-4 мне принять душ хватит и конечно же благополучно улетит очень удобная идет помпа до завтра выдают нормально нормальное количество продукта очень мне нравится и единственно да вот его достаточно сложно смыть с кожи но знаете за аромат кем это прощаем следующее что я хочу показать и это тоже для тела это тоже крем гели это у нас идет уже такие вот сашетки от компании дав выглядят они вот так вот у меня получается слива и ваниль аромат и классический вариант они мне попадались каких-то журналах по моему но так вот обычный крем для душа отдав этот аромат простого обычного крема простой обычный обычный крем гель для душа который тоже нужно постараться смыть с кожи на один раз такой с ваши таки мне хватило мне понравился вот этот вот аромат сливочная ваниль и пион вот правда понравился не знаю почему не знаю понравился когда я его пробую из упаковки вот именно мне как-то Знаете, я вот так вот, ну не тянется рука его даже купить из-за аромата. А вот в такой сашиточке я им воспользовалась, понаслаждалась ароматом. И, конечно, если где-то я его встречу на хорошие скидки, возможно, я такой себе крем-гель для душа возьму. То есть достойный аромат. Но мне кажется, они сложно смываются с тела, и тем самым они подсушивают нашу кожу. Ну посмотрим, девчонки, как бы, возможно, куплю полноразмерку, может быть, возьму, может быть, нет. Но такое осталось двухьякое состояние. Такое же состояние осталось у меня вот от такого вот пробничка от Эколаб. Это у нас уже масло для душа. Вообще масла для душа у меня ни разу не было, и поэтому мне дико хотелось попробовать. И когда я что-то покупала, какую-то продукцию, такой у нас есть в городе, в магазинчик, типа там есть натуральная косметика, вот это вот Эколаб, все такое. Там различный такой, знаете, middle market продается. Ну так вот, и что могу сказать? Не поняла, я думала, что это будет прям масло-масло, которое, ну как бы, как вы знаете, вот как масло, которое, к примеру, у меня сейчас стоит в ванной от L'Occitane для снятия макияжа. Я думала, что это такое же, вот просто масло, которое вы распределяете по коже, потом проходите водой и поливаете себе, оно превращается в молочко, и оно так смывается. Нет, тут какой-то получился такой, знаете, перламутровый какой-то такой вот склизкий крем-гель для душа. Когда вы его наносите на свое тело, конечно же, он особо не мылится, но и какого-то суперпитания я не заметила. Он очень пахнет орехами, ваниль я не услышала, он очень-очень пахнет орехами, который в какой-то момент времени, пока я его разносила на тело, и, кстати, вот этих 10 мл мне хватило на пол меня, то есть как бы вот пол меня я им намазала, все, дальше мне как-то не хватило, слишком я большая для 10 мл гель для душа, мне нужно чуть побольше. Ну так вот, слишком пахнет орехами, и в какой-то момент времени я поняла, что этот аромат меня подушивает, но вот так вот из упаковочки достаточно приятно пахнет, но как таковое окончательное мнение о нем сказать не могу, потому что всего лишь пол себя помыла, и как-то вот, наверное, недостаточно он питательный, раз внимания о нем у меня никакое не осталось, точнее, воспоминания сильно. У меня тут опять кот прискакал, начинает сейчас блюдить о том, как я буду снимать. Дарвин, не лезь к Рафаэлю, у нас тут еще черепаха, ну так вот. Следующее, что я хотела показать, это еще один кусочек мыла, который у нас закончился, от Камей, аромат называется Magic Spell, это опять же черная орхидея и масло почули. Девчонки, сумасшедший, классный аромат. Вот, знаете, вот бывают такие продукты, которые, они, собственно говоря, лежат на полках, да, в наших супермаркетах, и мы проходим мимо. Вот это тот продукт. Я раньше мимо продукции Камей, я всегда проходила, мне казалось, что это какая-то вот слишком что-то пахнущее розой, но мне всегда казалось, что там вот всегда роза-роза была реклама. А когда вот у них появилась вот эта вот линейка с орхидеей, я поняла, что мне очень нравится. Познакомилась я, конечно же, с этой ароматом из сашетки, что это было очень здорово. И сейчас я просто осталась поклонницей данного аромата. Ванная, когда вот это мыло у нас в мыльнице находится, ванна просто благоухает им. Это сегмент того, что, это сегмент, ценовая категория вот этих продуктов, она вот стоит где-то около 60 рублей. Но это мыло достойное, его даже можно с гелем для душа просто презентовать и сделать подарком. Мыло, которое не сушит кожу рук, мыло, которое замечательно смывает, хорошо очищает кожу. То есть оно, знаете, такое сочетание в нем немножко даже, мне кажется, увлажняет кожу рук, но не пересушивает, что самое главное, 85 грамм. У нас оно улетает очень быстро, потому что у нас Кириллу очень нравится вот этой вот фиолетовой пенкой, вот этой вот с розовинкой играть. Следующее, что закончилось, давайте, у Кирюхи закончилась вот такая вот зубная паста, молочные зубки от Аквафреш. Раньше, как вы знаете, я всегда покупала зубную пасту Рокс, но сейчас у нас как раз идет возраст такой, что нам нужно учиться чистить зубки самим. И когда я заметила, что мой ребенок, когда он сам выжимает, допустим, зубную пасту на зубную щетку, там просто очень много уходит. И я просто решила, что надо что-то нам взять такой более бюджетный сегмент, для того, чтобы ребенок научился, во-первых, контролировать силу давления на зубную щетку, чтобы он сам понимал, чтобы, знаете, вот это вот у ребенка была привычка, чтобы он сам к этому приходил. Ну так вот, почему я взяла эту зубную пасту? Во-первых, ребенку очень нравится мне то, что она идет красная, белая, синяя. Вот правда нравится, и он постоянно с ней играется. У него какой-то, знаете, это в форме игры. Так что смело могу вам посоветовать. Как бы не жалко то, что вот эти 50 мл у нас улетают буквально за месяц, и ребенок учится и чистить зубами, не надо его заставлять, у него какой-то, знаете, азарт появляется, то, что он это будет делать сам. Она сейчас просто возраст такой, я все сам. Так что у кого ребятешке 3-4 года, девчонке могу посоветовать такую пасту. Совершенно никак не влияет на их молочные зубки. Она пахнет немножко мятой, она не какая-то ни клубничная, ни ванильная, ничего. Вот именно какая-то, знаете, такая вот чуть-чуть есть ментол, освежает зубки. Ничего критичного. Вот просто хорошая такая паста для того, чтобы ребенок научился играть. Ну тут, кстати, даже возраст. Написано 3 до 5 лет ей можно пользоваться. Достойный продукт, мне в принципе понравился. Так, что у нас еще есть? Следующее, что у меня закончилось, это вот такие вот апелляционные восковые полоски. Бюджетные я их покупала в Магнит Косметик в Фикс Прайсе. Стоили они по 50 рублей. В упаковке идет 8 штук. Могу сказать, девчонки, одно. Это, знаете, обычные дешевые апелляционные полоски. Причем тот сегмент дешевого продукта, который 100% работает. К примеру, полоски вид и всему прочему мне не идут, они не работают. Воск, который у них присутствует, он не цепляет так волосы. А здесь действительно даже короткие волоски поддевает, жесткие волоски поддевает и хорошо убирает. Если у вас есть магазин Фикс Прайс, если вы увидите, что вот такая вот марка там будет представлена в таких восковых полосах, рекомендую вам их попробовать. Классные, правда. Если я их встречу еще раз у нас в магазине Фикс Прайс, я, наверное, прямо их впрок наберу, чтобы они у меня были. За 50 рублей 8 полосок для того, чтобы брать нежелательные волоски в тех местах, где вы не хотите, чтобы были волосики. Очень хорошая штука. 50 рублей. Замечательно сэкономило бюджет, и при всем при этом замечательно сработало. Следующее, что я хочу показать, 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 что у меня закончилось. Давайте я вам сошетки покажу в уходе, наверное. В уходе за лицом. Да, я сейчас вам покажу сошетки, которые, продукты, которые мне понравились. Это Дермо Клер от Доктор Джар, такая вот салфетка, которая мне попадала с коробочки красоты в Эль-Де-Бате. Это салфетка, которая пропитана мицеллярным раствором и кокосовым маслом, и еще чем-то. В общем, девчонки, у меня видео в Инстаграм даже есть. Если не подписаны на меня в Инстаграм, настоятельно рекомендую подписаться, чтобы не пропускать какие-то подобные затесты каких-либо продуктов. Ну так вот, вот этой вот салфеточки мне хватило для того, чтобы очистить свои глазки от макияжа. То есть я полностью удаляла глазки. У меня был достаточно яркий, я могу сказать, для меня несколько слоев туши. Убралось двух глаз одной салфеткой отлично. Остается масляный эффект, такой след на глазах, но это совсем не раздражает никак ваши глаза. То есть там нет никакого нераздражения, не щиплет, ничего. Отличный продукт. Могу вам сказать то, что, это, кстати, корейское производство. Могу сказать только одно, то, что для таких вот салфеток дорожного варианта, мне кажется, это дороговато. Оно стоит свыше 1000 рублей 25 таких вот штучек. Но вот так вот, когда попадается в коробке красоты, и если вы где-то куда-то любите путешествовать, и куда-то нужно поехать. Да и в принципе, если вам лень там какие-то ватные диски что-то делать, такие вот штучки очень надо. Мне очень понравилось. И, конечно же, если моя собственная жаба мне когда-нибудь разрешит купить полную упаковку таких штучек, я обязательно возьму. По большому счету мне понравилось. Если позволяет бюджет, могу посоветовать вот эти вот салфетки, ватные диски, пропитанные вот этим целярным раствором от Jart. Вообще смело. Классные штуки, мне понравилось. Мне понравилась штука от Clinique. Мне понравилось. Объясняю, почему это двухфазное средство для снятия макияжа. Оно мне тоже попадалось с коробочкой красоты. Нужно смешивать на ватный диск и убирать стойкий макияж с глаз, с ресниц. Эффект масляный остается, как и тех от ватных дисков от Dr. Jart. Но вот после вот этого средства, вот эта вот масляная пленка, у меня был дикий зуд. У меня все щипало. Мне хотелось быстрее-быстрее умыться. И умывалась я, естественно, чем-то таким мылящимся, пенищимся, чтобы вот этот зуд ушел. Но как-то не очень меня впечатлило. У меня в запасниках, по-моему, еще такая штучка есть. Но вот это, знаете, как-то меня не особо впечатлило. Хотя вот написано клиник, что это гипоаллергенная косметика для чувствительной, по-моему, там кожа даже подходит. Но как-то нет, не понравилось. Очень сильно мне щипало глазки. Полноразмерку, конечно же, сама я себе однозначно не купила. Так, следующее, что у меня закончилось. У меня закончился вот такой вот набор для окраски бровей и ресниц от Estelle. Это российское производство. Это такой наборчик, где присутствует... В наборе есть все для того, чтобы вы дома могли окрасить реснички и бровки. Есть сама краска, есть окислитель, есть специально палочки, которые мне разводить. И есть такая вот упаковочка. У меня это идет светло-коричневый тон для блондинок. Мне вот эти вот краски, когда я окрашивала реснички и брови, я просто... Мои реснички и брови от природы достаточно светлые. Они даже вот какие-то вот светлые очень. И я постоянно окрашиваю реснички сама дома. Почему я это делаю сама дома? Потому что я лентяй ходить в салон. И вот с маленьким ребенком мне вот это вот как-то... Ну, не хватает мне времени. Да и честно, как-то вот я сама себе больше доверяю. Вот этот набор мне очень понравился тем, что краска не течет, она не пекет. Хватает именно красителя на ресницах и бровях. Хватает на две недели. Каждые две недельки можно подкрашивать. Реснички окрашиваются буквально за пять минут и бровки. Пять минут и вы все. Вот здорово. Приноровиться дома самой научиться можно с этим средством. Переборщить с ним можно, но как-то сложновато. Я осталась в диком восторге. Почему мне хватает на две недели? Потому что когда я смываю макияж, я мицеллярными очищающими средствами прохожусь и по зону, где волоски, где бровки. Поэтому мне кажется, средство именно краска с бровей ресниц достаточно быстро смывается. Но я этому совершенно никак не огорчаюсь, потому что нет наслаивания краски, нет того, что там 35 слоев краски на бровях есть. У меня всегда свежий, аккуратный, красивый цвет светло-коричневых у меня. Но это даже не светло-коричневые, а темные бровки на бровях. Слушайте, 16 минут наболтала. О чем еще? А мне тут еще болтать и болтать. Девчонки, сейчас по-быстрому пойду. Так, следующее, что у меня закончилось, средство солнечная линия с Ами Китс. Я покупала его в магазине, в аптеке Апрель. У кого аптека Апрель, смело присматривайтесь к этой штучке для детской защиты от солнца. Здесь SPF 30, объем идет у нас тоже, по-моему, 30 миллилитров. И могу сказать одно, я его использовала как для ребенка, как для себя, на лицо себе наносила. Не было никаких ни высыпаний, ни подкожников, ничего. Очень понравилось тем, что, во-первых, нет подкожников, во-вторых, комфортно чувствуется на лице. Не обгорало, не было никаких пигментных пятен веснушек. То есть, ну здоровское средство за свою бюджетную стоимость. Стоило оно что-то в пределах 100 рублей. Могу сказать, что единственное, что закончился срок годности. Но у меня где-то в запасниках есть еще одна такая упаковка. Так, следующее, что у меня закончилось, это масло шиповника. Я его брала для того, чтобы смывать макияж с лица. Но могу сказать, здесь его всего лишь, по-моему, 30 миллилитров, насколько я помню. Вот эта вот упаковка, она у меня улетела очень быстро. Больше, конечно, мне все нравится масло виноградных косточек для снятия макияжа. Либо отдельное видео, как я снимаю макияж такими штучками, всякими маслами, я, конечно, сниму отдельно. А вот эта вот маслица мне понравилась. Всегда покупаю какие-то такие масла. И вам могу посоветовать. Я все на пол бросаю, такие звуки. Так, следующее, что у меня закончилось, это средство от чистолини. У меня еще на раз сегодня кисти помыть осталось, и все. Идеальная кожа, о нем снимала тоже я в видео. Я его сейчас использую для того, чтобы очищать свои кисти. Потому что я склонна к тому, что у меня бывает высыпание на лице. Вот такие вот гельчики от чистолини, идеальной кожи, мне кажется, помимо того, что они замечательно вычищают косметику с натуральных кистей, с синтетических кистей, мне кажется, они еще и обеззараживают. А для меня это вообще безусловный плюс, для того, чтобы никакие бактерии в моих кистях они не заводились. Замечательно очищает. Помимо того, что кистей я им, конечно же, пользовалась и иногда пользуюсь для лица. Мне нравится, как оно очищает. Абсолютно деликатнейшее очищение именно с утра для того, чтобы освежиться. Здесь присутствуют мяты, поэтому лицо хорошо освежает. У меня даже подробное видео есть, разбор данного продукта чистолини в моих видео. Ссылочку, конечно, может быть, это тут оставлю. Так что проходите, смотрите, там я о нем более подробно рассказываю. А так могу сказать достойное бюджетное средство, которое смело буду тоже вам посоветовать. Следующее, что у меня закончилось, это средство от Невея. Это такой, знаете, два в одном увлажняющий крем-флюет для нормально комбинированной кожи. Подготавливает кожу к нанесению макияжа. В общем, у меня в сентябре... Почему я его попробовала? В сентябре месяце у меня был момент, когда, видимо, с лета на осень перестраивается организм. И у меня резко, просто в один какой-то я утром встаю, у меня настолько кожа, знаете, вся в каких-то шелушинках. Я как змея была в чешуе. И мне нужно было собраться, я не помню, куда-то что-то... Нужно было сделать макияж. Я нанесла свой увлажняющий матирующий крем от Турьяж, который у меня есть. Мне его было мало. Я думаю, так, мне нужна что-то еще, как база. Я знала, что вот этот при макияж, который идет, мейкап-эксперт, что его как наносят, по-моему, как базу под макияж. Я его нанесла, и хочу сказать, что мне увлажнений не хватило. На него сверху я наслаивала, делала пудру, и как-то мало. Было шелушение, подчеркну. Как-то что-то меня не восторгает это средство, и советовать я вам тоже не могу. Какой-то, знаете, проходящий продукт, который бесполезный. Следующее средство от Эрбориан. Это CC-крем у меня идет в светлом оттенке, полтора миллилитра. Не успела им воспользоваться, потому что, когда я смотрела на него отзывы, где-то кого-то я услышала, то, что светлый оттенок, он для девушек славянской внешности, как раз, как будто бы под загорелая должна быть кожа. И когда я его открыла летом на загорелую кожу, для меня он был светлый. Сейчас я пару раз воспользовалась гелем для умывания от Нарева с кислотами. Мой загар сполз заметно, и я сейчас стала на несколько тоннов светлее. Но так как у меня этот продукт, я его открыла летом, а прошло уже достаточно количество времени, я его сейчас на себя нанести не могу, потому что хотя бы он не мог подойти по оттенку. Но нанести на себя я его не могу, потому что уже срок годности открытым он у меня вылез. Поэтому я не могу его по достоинству даже понять. Но приятный у него был аромат. Следующий продукт тоже сошетка от Урьяш попадался в коробке красоты. Это соцпаста, цинковая паста, которая должна, по идее, вы его наносите точечно, и он должен подсушивать и убирать воспаление на вашем лице. Я его наносила, знаете, на такие прыщички, простите, сейчас будут не очень приятные слова, если кушаете, отложите, то есть на те прыщички, которые созрели, которые я уже, к примеру, удалила, да, где оно, ранка открытая, когда вот, к примеру, цинк он должен подсушивать и ранку все сужать. Может быть, я делала неправильно, но это мой опыт, я так делаю. Я наносила эту цинковую пасту, и после того, как я ее наносила, и у меня подсыхало, но у меня оставалось пятнышко, постакне. Когда я его наносила на прыщик, который начинает назревать, да, к примеру, в критические дни, я вижу, что у меня вот здесь вот должен вылезти прыщик, и он уже явно красный, я наносила эту пасту, нифига эта паста мне не помогла. Вот хотел он мне там вылезть прыщик, он у меня благополучно вылез, досвел, и все стадии цветения своего он прошел. То есть, ну, как-то, знаете, я не поняла этот продукт, и за ту стоимость, которую он стоит в магазине, я, конечно же, его вряд ли куплю, но это все индивидуально, как бы, это лично мое мнение. Следующее, что у меня закончилось, это такая вот умывалка от сибирского здоровья, травяной бальзам для умывания, он у нас идет, травяной бальзам, та-та-та-та-та-татам, с алоэ вера, гранула, зажажоба, экстракты сибирских ягод. Срок годности 6 месяцев. Конечно, у него такой, знаете, кисленький аромат, вкусный, мне кажется, даже пахнет какой-то, знаете, мятной жвачкой. Данный бальзам, он замечательно освежает вашу кожу, просто замечательно, мне кажется, здесь присутствует даже какой-то ментол, потому что хорошо освежает кожу, такое ощущение, что вы прямо в ледяную воду так лицо опустили. Он деликатно очищает вашу кожу, при этом он ее увлажняет. Я замечательно, когда делала глиняные маски, наносила данное, умывала лицо потом вот этим средством, я могу сказать, у меня было определенное увлажнение кожи, мне понравилось. Но то, что вы здесь 80 мл, он у меня просто улетел буквально за 3 недели, это, конечно же, безусловно, его минус идет. Но мне очень понравилось, как он освежает кожу с утра, мне понравилось, как он после глиняных масок увлажнял кожу. Мне всецело понравился продукт, у меня нет к нему каких-то нареканий, у меня не было ни зуда, мне не было никаких высыпаний, как бы все здорово, действительно, там присутствуют какие-то гранулки, когда вы распределяете по коже, они лопаются, то есть это ощутимо. Но пилинга как такового я тут не заметила, чтобы что-то там скрабировало или было, гранулы ЖЖБА, то есть я предполагаю, что это были какие-то масляные гранулы. Могу сказать, что этот продукт, скорее всего, я повторю, мне он понравился, я его обязательно куплю, если будет скидка на него, то обязательно приобрету. Очень понравился, понравился его аромат. С первого раза, когда, допустим, к примеру, если у вас жирный тип кожи, умываться данным средством нужно раза два, для того, чтобы действительно появилась пена, чтобы он действительно весь себе ум с вашего лица собрал. Если у вас сухая кожа, то вам хватит умыться данным средством на один, ну, с одного раза вы умойте свое лицо, оно у вас будет чистое. Так что упаковка достойная, все замечательно выдавалось, все здорово. Следующее средство для умывания, которое у меня закончилось, от Виши. Средство, которое идет в Нормодерм, глубоко очищающий гель для умывания, для чувствительной и проблемной кожи. Могу сказать, это средство отлично подходит для вечернего очищения кожи. Вот, правда, хорошо подходит. Мне нравится, кстати, его аромат. Я поняла, что он мне нравится. Это аромат моего, так скажем, подросткового периода, потому что я на тот момент пользовалась косметикой, плотно сидела на косметике Виши. Но все-таки мне кажется, что косметика Виши, она вызывает привыкание. Вот я сейчас просто, когда он у меня закончился, я перешла даже на этот же Нарево, у меня стали появляться какие-то, знаете, местами какие-то прыщички. У меня есть склонность к тому, что либо это реакция на кислоту, у меня выходит вся грязь, либо реакция на то, что у меня идет сейчас привыкание к другому продукту и вот реакция от того, что я пользовалась данным продуктом. Но я о нем тоже снимала видео, долго о нем останавливаться не буду. Переходите по ссылке, смотрите. Но всецело могу сказать, что продукт, в принципе, даже достойный. Можно свое внимание на него остановить. Так, следующее, что я хочу показать, что у меня закончилось, это, знаете, из той серии «Печальная печаль». И, как говорила Стаббендер, читайте вывески. Вот знаю это высказывание, но не всегда им пользуюсь. Это, в общем, такой вот дуэт. У меня был шампунь и кондиционер для волос от фирмы «Коливар», по-моему, называется, либо «Альтерна», девочки, правильно, не знаю, как его назвать. Вот такие вот штучки, они мне попадались в коробочке красоты. Это, в общем, увлажняющий шампунь с морским шелком. Когда я им воспользовалась, я, знаете, как обычным сашеткой воспользовалась, помыла все, такая, смотри, 3 минуты надо подержать, бальзам, кондиционер, и все, все сделала. Высушила волосы, я обалдела. Просто настолько они классные. Три дня у меня кожа головы именно вот здесь вот все было здорово. Волосинка к волосинке, они блестели, хорошо расчесывались. Я просто, вы знаете, думала, ну пусть этот шампунь стоит полторы тысячи рублей, я его обязательно куплю. Когда я зашла на сайт Эльдебатей, когда я увидела то, что он без скидки стоит четыре с половиной тысячи рублей, у меня, мне кажется, челюсть дошла до подвала нашего дома. Четыре с половиной тысячи рублей, вы что, серьезно? Но, опять же, когда я увидела реакцию своих волос на данный шампунь, я поняла, что я хочу себе этот уход. Но, опять же, четыре с половиной тысячи отдавать за шампунь, который в объеме 250 миллилитров, да, он классно пенится, он классно пенится. Мне бы вот этих семи миллилитров, мне бы хватило, наверное, на два раза помыть волосы. Но я его за один раз использовала. Может быть, в этом тоже прикол, то, что я все вымыла на себя сразу же и почувствовала, насколько это все классно. Кондиционер, он здорово увлажняет волосы. Волосы были увлажненные, напитанные, блестящие, классные, здоровые. Профессиональный салонный уход был у меня дома. А я и не заметила. Если бы я знала, что они столько стоят, я бы, наверное, больше внимания сконцентрировала. А так это вот, я даже их выбрасывать не буду, я их сохраню, напишу себе в хотелке, и, может быть, когда-нибудь я себе куплю данный уход. Очень, девчонки, понравился. Если бюджет позволяет, смело вам рекомендую купить вот эти вот шампунчики и попользоваться этим. Ну, мега классно, но меня жаба задушит, если я себе куплю шампунь за 4,5 тысячи, это просто, это что-то. Так, 27 минут, девчонки, я сейчас по-быстрому постараюсь. Но у меня еще есть продукты, я хочу сразу же все вам рассказать. Так, следующее, что у меня закончилось, это была вот такая вот термальная водичка от компании Виши. Девчонки, я хочу сказать, мне не нравится пульверизатор у этой мицеллярной термальной воды. Ну, вот знаете, это из той серии, я ни разу такого не встречала. Ты наносишь на себя вот так вот это вот, просто пшик-пшик распшикиваешь, и по факту получается такое ощущение, что я стояла под дождем проливным. У меня просто все стекает, и мне было некомфортно от этого ощущения. Но само содержимое, сама водичка очень даже достойная. Я вот сейчас думаю, может быть, мне просто попался именно вот такой вот пульверизатор, а может быть, у них действительно погрешность есть у термальных водичек, у Виши, то, что у них такие пульверизаторы, не мелкодисперсные, достаточно крупные такие капельки получаются. Если вы пользовались термальной водой от Виши, напишите, пожалуйста, потому что мне интересно узнать, я думаю повторить данный продукт. Понравилась мне эта штучка, у меня сейчас осталась только, по-моему, от Кадали, моя водичка, но она у меня как бы для другого служит. А вот эта я могу даже в течение дня освежаться, мне очень нравится. Понравилась мне эта штучка, могу сказать, единственное, пульверизатор оказался не Айс. Следующее, что я выбрасываю, это, к сожалению, мой вот такой вот бальзам от Ифраше, у меня с орехом Акадамии. У меня был герпес на губах, и у меня дико сохли губы, и я им пользовалась. Герпес закончился, и я решила его выбросить, потому что дабы здесь уже все вот эти герпесные бактерии, грибочки, они здесь собрались, буду покупать себе новой. А так, все цело, мне очень сильно нравится, он долгое время даже был у меня в фаворитах в уходе за губками. Классно питает, увлажняет, действительно, нет вот этой поверхностной пленки на губах бальзама, а он действительно проникает как крем. Следующее, что я выбрасываю, это вот такое вот средство МДС от Сибирского здоровья, это бальзам, чудо-бальзам, который помогает заживлять, восстанавливать кожаные покровы. Это я вот сейчас говорю именно за себя. У меня был случай, когда я жарила своему супругу котлетки, по-моему, и получилось так, то, что когда я переворачивала котлетку, не помню, или пирожок, я жарила, в общем, брызги масла, вот этого кипящего масла, мне попало на ногу, и я поняла, что ожог масляный, это все, это вот у меня, ну, был ожог масляный, это и сразу же все поднимается, вздувается, простите за подробности, и я вспомнила, что у меня такая штучка есть, я, в общем, тут же, как мне попало это масло, я поскакала бегом к косметичке, достала, его тут же залила сверху на это масло, протерла аккуратненько ватным диском, и еще сверху вот это вот налила. Девчонки, ожог за неделю прошел. Вот верите, нет? Я кому-то из девочек, я делала, я не помню кому, но я, по-моему, кому-то, я даже фотографию высылала, насколько быстро у меня зажила ранка. Девчонки, кому я эту фотографию высылала, напишите, пожалуйста, потому что я не помню, то ли я своей сестре отправила, то ли кому-то вот из вас я отправляла фотографию, так что был у меня такой вот опыт, и хочу сказать, что я обязательно себе его куплю, вот эту штучку, когда пойду в сибирское здоровье, его возьму. Мне очень понравилось, когда летом Кирилл даже падал, царапины были, он у меня этим летом просто собрал все, мне кажется, кочки, у него все колени были содраны. Благодаря этому средству наши раны просто за три дня заживали, даже, вы знаете, неделя, все, коленки целые. Опять он что-то как-то опять коленку разбил, это был замкнутый круг, но если бы не это средство, там было бы вообще караул, а оно хорошо обеззараживает, восстанавливает кожу. Отличное средство, могу посоветовать. Следующее, что у меня закончилось, у меня закончилась такая вот палетка, тут все сцепится, от Evo Mosaic, такая вот палеточка у меня, это вообще продукт ручной работы, солнечная палетка, пудра румяна тени для лица от Evo Mosaic закончилась, у меня уже появилась новинка, конечно же, скоро вы увидите у меня на канале, чем я заменяю этот продукт, буду заменять. Отличная палетка, если вы встретите ее, и вам нужен и хайлайтер, и средство для контурирования, скульптурирования вашего лица, и нужны еще какие-то тени, такие, знаете, кирпично-коричневых оттенков, могу смело посоветовать. За 650 рублей вы убьете как минимум трех зайцев. Отличная просто палетка, смело могу рекомендовать. Единственное, что она будет нестойкая на коже, то есть часов на пять где-то так это будет, то есть ее нужно будет потом обновлять, поправлять. Выбрасываю вот такую вот, наконец, кисточку от Ширковер, я когда-то заказывала себе косметику Ширковер, и вот эта кисточка, от того, что я вам уже говорила, снимала видео, когда расформляла свою косметику, нет, конечно же, ссылку оставлю. И вот эта вот кисточка, она мне помогала пользоваться блеском, бальзамом от Клоринца, и я ее настолько все замучила, что я ее просто выбрасываю. Эта синтетическая такая кисточка была для консилеров, но она уже пришла в негодность, и она у меня улетает. Выбрасываю средства для бровей от L'Oréal, это называется у нас Бров Артист. Снимала я о покупках буквально, вот, девочки, в сентябре, и выбрасываю сейчас, потому что это невозможно. Сейчас я вам просто покажу, смотрите. Продукт, который у меня, вот, видите? Просто оно все надломлено, и невозможно пользоваться. Это капец какой-то. Я им крашу брови, он у меня ломается, крошится, оставляет какие-то следы. Щетка я поняла после того, когда мне попалось немножко сейчас другой карандашик. Щетка неплохая, но восторга тоже, как бы, знаете, этот карандаш все цело мне не оставил никакого. Сам цвет продукта мне очень сильно понравился, но то, как он ведет себя, когда вы наносите, это просто пытка им пользоваться. За 600 рублей купить себе такой карандаш ни за что, девочки, не могу советовать, вообще не могу. У меня оттенок был блонд. Отвратительная вещь. Следующее, что у меня закончилось, это были 33 минуты. Девчонки, вы со мной как сериал посмотрели. Everine Cosmetics, соцпрофессиональный ароматический пилинг и маска-сыворотка. Средство, от которого я осталась в диком восторге, и он мне напомнил. Средство от Mary Kay, там у них есть трехступенчатый этап в уходе за кожей рук. Один в один мне показалось, потому что у меня тот уход был за ручками. Сейчас просто я не встречаю консультантов, морякей, и сама я что-то никак подписаться не могу, чтобы хотя бы себе этот набор купить. Но вот эта штучка за, по-моему, 30 рублей, либо за 32 рубля. Один в один, девочки, один в один. Офигенный, классный пилинг, сумасшедшая, классная, питательная сыворотка. Просто провести спа дома у себя, замечательно отшелушивает, подготавливает этот скраб для нанесения крема. Сам крем, вот эта сыворотка, отлично питает, полностью впитывается. И потом, когда даже вы там спустя какое-то время пойдете смывать, мыть руки, к примеру, вы не будете чувствовать, что вы этот продукт смываете с рук. То есть я предполагаю, что он 100% практически впитывается в кожу. Очень сильно понравилось. Не было после него никакого ни зуда, ничего нигде не чесалось, никаких нареканий вообще по этому продукту. Так что смело могу вам его посоветовать. Пока я, короче, с вами болтала, девочки, у меня за окном было солнце, сейчас солнце куда-то делось, и опять набежали тучи. Так что вот так. Ну, а это средство могу девчонке смело посоветовать. Мне очень сильно понравилось. Магнит косметик его покупала, будут скидки, обязательно себе несколько штук сразу же куплю, чтобы спа дома устраивать. Следующее средство, это у нас будут маски для лица. У меня закончилось две маски, да-да-да-да-дам, с чем они у меня получаются? С коллагеном, гиалуроновой кислотой от такого производителя. Обзор данных масок у меня есть на канале, тоже ссылку оставлю. Это получается у нас маска на эластичность и коррекции лица. Так как здесь присутствует гиалуроновая кислота, она замечательно еще увлажняет. Маска сама по себе, полотно маски, оно улыблено очень тоненькое. Вот тоньше маски я не встречала. Я предполагаю, она стоит, эта масочка где-то, по-моему, я покупала за две штуки за 52 рубля, то есть она достаточно бюджетная. Но посмотрите, это полотно, она очень тоненькая, но она очень классно пропитана. И сама сыворотка, в которой пропитана данная маска, вот эта вот, она очень крутая, она классно увлажняет вашу кожу, она очень хорошо тонизирует вашу кожу. Знаете, вот получается такой эффект, что ваша кожа напитана, увлажненная, она такая подтянутая. Ну, вот ощущение того, что вы спали 8 часов и выглядите сумасшедшим. Мне очень понравилось, как работает эта маска, и я была в диком восторге, потому что она не вызвала никаких плохих отрицательных эмоций, не было ни высыпаний, ни зуда, ни подкожников, ничего. Ничего за 52 рубля две штуки вызвало восторг, это что-то новенькое. И продукт, которого маска того же производителя, только уже с улиткой, разглаживает морщины, восстанавливает. Насчет разглаживания морщинок я не знаю, но насчет того, что она восстанавливает, я могу, хочу сказать вам о том, что она дико круто восстанавливает кожу тем, что у меня были вот после прыщиков, вот такие, знаете, я их вавки называю, такие штучки. Я нанесла эту маску, на утро, я их делаю вечером, на утро встаю, у меня эти все, простите, вавки, они подзаживают, все пост-акне, они подзаживают, пост-акне осветляются, и это здорово. Кожа увлажненная, она какая-то такая, знаете, более напитанная, мне дико понравилась, вот дико. И, конечно же, сейчас маски идут на пользу, и хочу сделать конкурс, и, скорее всего, я сделала на канале у себя, может быть, в ближайшие дни конкурс, так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить сей конкурс, я, скорее всего, просто разыграю для вас данные маски, потому что эффект мне очень понравился, и мне хочется с вами делиться теми продуктами, которые мне хоть как-то понравились, и чтобы вы тоже смогли распробовать и почувствовать тот кайф, который получила от них я, так что так, маски очень понравились, если встретите данного производителя, смело могу вам порекомендовать. Так, ну что, девчонки, оказывается, так, этот продукт я отдельно потом сниму обзор, все. Все, фу, 37 минут я наболтала, вам рассказала, надеюсь, вам было хоть как-то со мной интересно, если вы досмотрели это видео до конца, вы большие молодцы, если чем-то пользовались и сложилось какое-то мнение о таких продуктах, которыми пользовалась я, делитесь своим мнением, мне тоже будет интересно вас послушать, почитать. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, если зашли ко мне впервые, досмотрели это видео до конца, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео и конкурсы предстоящие на нем, и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там какие-то интересные моменты, там я в большинстве своем просто тестирую косметику и какие-то уходовые продукты и просто делюсь с вами своими какими-то первыми впечатлениями, так что как-то вот так вот. Ху, девочки! Всех люблю, целую, увидимся в скором будущем новом видео, с вами была ваша Ирина, до новых видео, всем пока-пока!